Ракуха, как же туха? Да вот, решил свой комп продать, купил моноблок. Деньги на донат нужны? Ну ты даёшь, братуха, да будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Отличная броня и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. И без всякого доната, на гипс сразу пойдёт. Оу май, вот это подойдёт. КИБИКА ПАДИ АДИТАК ДОПКА представляет. Монетизация старых пикселей, или как АК Альфа и Крис Супер В Кастом, становится метой. Неужели повеяло настоящим фри-ту-плеем? Не фри-ту-плеем, друг мой, а монетизацией старых пикселей. Хотя, справедливости ради, надо заметить, у всем известной компании один по-настоящему фри-ту-плей проект так и есть. Это Почта. Приветствую вас, леди джентльмены, други подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и изменения. Я бы даже сказал, в большинстве случаев, или не в большинстве, но так или иначе, улучшения крафтовых стволов. И сразу скажу, тайфунчик мы сегодня разбирать, друзья, не будем. Это вдруг почему? Потому что, Капитан Очевидность, его изменения я как-то не ощутил. Вот какой он был, примерно такой и остался. То есть, вполне нагибной, неплохо ваншотит и имеет темп 2 выстрела в секунду. Вполне так, гаднотелло. Существенных изменений лично мною не замечено. Модификация на темп стрельбы, как было говном, по-моему, так и осталась. Почти в таком же состоянии пребывает снайперская винтовка Кракен, но здесь, к сожалению, ощущается нерв. Зумчик как-то, знаете, пожиже стал. Да и восьмерочку приходится гасить специальным модом, что огорчает. И сильно его убили. Не сказал бы Кап, что он плох, просто раньше можно было назвать его метой. Вот типа, знаешь, он не хуже Барретта. Сейчас же, друзья, я такого сказать не могу. Возможно, будет что-то плюс-минус Маузер, который коряк. Но такого желания играть с ним, как было в прошлой версии ПТС, и близко нет. Потому советовать однозначно не буду. И вот тут, друзья, на сцену у нас выходят стволы, которые в прошлой версии ПТС были явными аутсайдерами. АК Альфа и Крис Супер В кастом. И вот они-то жарить стали, сука, на уровне меты, которые, возможно, они и станут. Вы посмотрите, это изменение модов на калаш. Какая отдача, о чём вы говорите? Да хэдшот, сука, просто великолепный. Да всё это при высоком темпе и стрельбе в точечку. Сочно! И прочно. Не подвели улучшения и для Крис Супер В кастом. Раньше одно из них было бесполезным и давало только дальность и почему-то точность. А сейчас эта модификация переработана таким образом, что делает из Крисулита хэдшот-машину. И опять же, собрать Крис, который будет тачкострельным, не будет иметь практически никакой существенной отдачи, и будет жарить противников, сука, налево и направо, не составляет никакого труда. Кроме, пацаны, конечно, деталей, которых у вас уже, наверное, нет. Да, разобочки, я эту тему буду развивать. А что там по новому дробовичку Сентри? Вот, кстати, тоже довели до ума. Сентри-13, собственно говоря, его довели до ума до этого ПТС. Но проблема в том, что ПТС у нас настолько густонаселённый сервер, что порой, если как-то ты вот момент просрал первого дня, а меня не было тогда дома попросту, по-моему, если память не отшибла, то потом не факт, что ты успеешь все пушки, которые обновили, улучшили или ввели, записать. Что, собственно говоря, со мной и произошло. И эту тему, разработчики, я тоже буду постоянно развивать. Надо с ПТСом что-то делать. И да, Сентри-12. По сути, всё, что сделали этому дробовику, так это улучшили, то есть повысили темп стрельбы. И теперь его можно разогнать до 107. Учитывая достаточно хороший ваншот, получаем бодрый и эффективный ствол. Однако, знаете, друзья, что Сентри, что тот же Тайфун, страдают такой проблемой, которую я бы назвал, знаете, эргономичной. Удобность применения. У Тайфуна как-то часто непонятно, когда нажимать, чтобы выстрелить, всё-таки это не помпа. А у Сентри вроде всё ничего, но из-за анимации перезарядки и вообще в сратой модели тоже как-то, знаете, вот неуютно себя чувствуешь и часто не можешь правильно этот ствол применить. Да, знаю, сказал как Кэп, но говорю как вижу. Кэп нормально говорит. Порой да, не спорю. Знаете, как бы странно не звучало, но, пожалуй, вместо Сентри и Тайфуна лично я бы стал использовать Спас 12 Спешл, который по ваншоту будет уступать, да и моделька вроде как великовата. Однако, ориентироваться в темпе стрельбы и вообще играть с ним как-то приятнее, комфортнее и в моём случае получается эффективнее. Ну вообще как-то сладко всё выходит. Наверняка нерфанут. Всякое может быть, капитан очевидность, но я не думаю, что стволы крафтовые будут существенно нерфить. И вот почему. Это же монетизация старых пикселей, друзья. Это ж не бесплатно, вы понимаете. Там всё продумано, всё хорошо. Не переживайте, пусть не все, но многие копеечку, конечно, закинут. А я в очередной раз разработчикам предлагаю отказаться от системы деталей, но при этом заработать ещё. Да причём так, что все вокруг будут даже довольны. Про детали вы помните моё предложение в прошлом видео. А теперь я предлагаю вообще всю старую мету возвращать к жизни. Причём так, знаете, вот с качественным подходом, знаете, так проработано. Поработано. Ктарчик, Юсасик, Сайга-12С, Айпик, ACR, XM8 Компакт, колесо Макмилан, Биннелли Ново Тактикл, АУК 9 мм, ИГЛОК-18, а также, конечно, множество других прекрасных стволов. Почему бы и их не поднять до плюс-минус уровня современной меты? Ребята, это звучит как отличный бизнес-план. Деньги из воздуха с минимальными затратами. Я знаю, вы такое любите. Всё, что нужно, это избавиться от проклятых деталей. Жертвы одни, мы таки получаем качественный гешеф на другом. И поверьте, бомбить тут никто не будет. Главный геморрой ушёл, да ещё и появилась возможность поиграть с забытыми легендами. Дорогие зрители, напишите, как вам такое предложение? Пусть наши разработчики и администрация увидят фидбэк. Ну а я, со своей стороны, обещаю, что если моды 2.0 уйдут в историю, и на смену им придут моды 3.0, и старые пушки заживут новой жизнью, возобновить свою летсплей-деятельность Powerface. И записывать, ну как минимум, пару качественных нагибных видосиков. Ибо это будет актуально, интересно, сочно, глубоко. И вы знаете, мне кажется, такой ход в какой-то степени даже позволит сделать нашу игру той самой прекрасной, которой мы её до сих пор помним. Ты правда стал бы снова задротить Warface? Тот Warface, скрипчик, точно бы стал.